У меня подготовлено распоряжение о проведении внеплановой проверки. Вот мое удостоверение. Сотрудники Роспотребнадзора продолжают проверять магазины на продажу так называемых никотиновых смесей. Тревогу в прошлом году подняли родители, учебные заведения, государственные организации. Со всей России поступали сообщения об отравлении детей и подростков никотин, содержащей бестабачной продукцией. Она не подпадает под действие технического регламента Таможенного союза о безопасности табачной продукции. И каким-либо другим законодательным актом не регулировалась. В декабре никотиновые смеси приравняли к пищевым продуктам. Они должны обязательно декларироваться. Но так как никакого контроля за подобной продукцией нет, то и бумаги на нее не получить. Вся продукция, которая находится в обороте без декларации о соответствии, является незаконной. И не может находиться в обороте, и она изымается. Продают никотиновые смеси в виде небольших пакетиков, леденцов или жвачек. Недавняя проверка не нашла в конкретном магазине запрещенных товаров. Но владелец рассказал, что в поисках никотин, содержащей продукции, подростки заходят по несколько раз в неделю. Для решения проблемы нужно четкое закрепление в законодательстве, как это сделали со снюсами, которые отличаются содержанием в них табака. Этой зимой Госдума в первом чтении приняла поправки в законодательство об охране здоровья от воздействия потребления табака. Они касаются кальянов и электронных сигарет. Во втором чтении планируется обсуждение никотин, содержащей без табачной продукции. Карельский парламент поддерживает обращение регионов России об ускорении работы над запретами. Последний раз этот вопрос поднимался на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике 15 января. За три месяца до этого один из депутатов направил обращение в Госдуму. Появляются вот эти вот конфетки жевательные. Они привлекают детей именно тем, что они продаются в красивых упаковках. Они очень яркие, красивые. При том, что там вообще ничего не указано о том, какой состав этих конфет, какой производитель. Татьяна Богданова, к тому же практикующий врач. И о вреде никотиновых смесей знает не понаслышке. Превышающая доза никотина в этих смесях буквально в десятки и в сотни раз превышает никотин в табачных. Ну, допустим, если сравнить с сигаретой. Вред смесей сильно недооценивают, говорят в республиканском наркологическом диспансере. Кто-то, к примеру, считает, что они могут помочь бросить курить. А для детей это и вовсе превращается в развлечение или игру. К нам поступает очень много запросов с образовательных учреждений в основном. По причине распространения этих смесей жевательного, соцветленного табака на территории школы, среднепрофессионального образовательного учреждения. Родители периодически задают вопросы на родительских собраниях, встречах, что выясняется, что ребенок употребляет. Что делать, как определить, к кому обратиться. Для информирования населения диспансер подготовил специальную памятку. Она актуальна как для снюсов, так и для бестабачных смесей. Об употреблении ребенком этих веществ могут говорить проблемы с дыханием, покраснение слизистых и глаз, головные боли и потеря внимания, плохой аппетит. При передозировке может появиться тошнота, расширение или сужение зрачков, галлюцинации. В таком случае пострадавшего нужно напоить водой, дать ему активированный уголь или смекту, положить на бок и вызвать скорую. И даже при малейших подозрениях на увлечение детьми опасным никотином, лучше побеседовать с ними и обратиться к специалистам. Я рекомендую обращаться в отдел профилактики наркологических расстройств республиканского наркологического диспансера. Здесь работают квалифицированные психологи, специалисты по социальной работе, которые и врачи, которые смогут дать максимальную, полную информацию и родителю, и ребенку по последствиям потребления этих веществ, как для здоровья, так и социальных последствий. Данил Чиненов, Владислав Будников, Владислав Петров, Алексей Миронов. Служба новостей.